Книга, открытый Моком, том 17. Тема природа. Вопрос 3107. Как думаете, можно ли зверей держать в зоопарке? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Непонятно, с чем связан этот вопрос. Или вам просто зверей жалко? Тогда почему про птиц, про рыбок и рептилий не вопрошаете? Если в зоопарке условия такие, что звери и другие твари плодятся лучше, чем на свободе, то речь идет уже о резервации. Если держать медведя, льва в клетке, то беда рядом. О том пишут, снабжают фотографиями. Где бы я мог узнать про слонов и иных обитателей планеты, если бы не был в зоопарках в Москве и Вашингтоне? Главное условие – не мучить. Человеку Бог дал власть над живым миром. Бытие 1.28. И благословил их Бог. И сказал им Бог – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. О том, что не все животные были в подчинении у человека, можно увидеть из Библии, книги Ио 40 и 41 главы. Ио 40 глава, 24 стих. Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Варуха 3.16. Дне князья народов и владевшие зверями земными, забавлявшиеся птицами небесными. Примудрость Соломона, 12.10. Праведный, печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых, жестоко. Вопрос об аквариумах не стоит, и нам не жалко рыбок в большом, но искусственном озере, или животных в зоопарке, в заповеднике в тысячах гектаров. А это тоже зверинец, но для сохранения. Уже не в первом поколении обитатели зоопарков не приживутся на свободе. И для них клетка родной дом. Мне всегда жалко за решетчинных. И я бы их всех выпустил, а они бы погибли через день. С гончими охотиться не одобряется. А вот с соколами на дичь ходили и князья, да и псовой охотой не пренебрегали. Приручали медведей, и те прессали, и под бубен ревели. Но таких наказывали, били бы дождем и усмиряли. А зверей в лес прогоняли. Вселенский шестой собор, 51 правило. Святой Вселенский собор все совершенно возбраняет быть смехотворцем. И их зрелищем, также и зрелищем звериное творить, и плясание на позорище. Если же кто настоящее правило презрит и предастся которому-либо из всех возбраненных увеселений, то клирик да будет извержен из мира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного. Каким себе мы Бога представляем и наделяем качествами явно неземными, не дедушкой с обширыми кудрями, на облаках курящегося дыма. Язычники творили божества под стать себе с такими же грехами. Их мифология подобие баловства. Амурчики их свахами фархали. Лишь одному народу во Вселенной открылся в святости и ревности недвешней, неизобразимый и вовек нетленный, Бог чистоты и святости безгрешной, повсюду сущий, вышний и егова. Скрижали каменные выдал Моисею, за отступление карающий сурово, и любящий птенцов, как птица, греет. Кто против Бога голос возвышал, для тех он был страшнее льва в пустыне. Грозил и в страхе пятился шакал, от злобных псов нет и следа в помине. Но искренним он спутник и кормилиц, дарующий то манну, то лепешку. Искал в жару студеная пробилась, пить приходилось прямо из ладони. Мы знаем милосердного к ослабшим, великого, щадящего пришедших. Иудин лев на крест возлег барашком. Предтечий в Ханаан послал он шершней, единый Бог, Господь и Судья. Страх пред ним дарует и бесстрашность. Он глыбы размягчает каплями дождя, и Библия нас чистит, словно рашпель. Самосущественная истина, любовь, дарующая все для наслаждения. От всех напастей, щит, стена, покров. Такую троицу мы восхваляем пением. 24 апреля 2006 года. Игнатий Лапкин.